Сегодня медики заявили о превышении эпидемиологического порога ОРВИ с 12 до 33% по численности всего населения ОМО. Это тревожный сигнал, учитывая, что настоящие холода еще не пришли. А значит и роста простудных заболеваний никто не ждал. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил 0,4%. Показатель заболеваемости превышает значение эпид-порога на 25%. Случаев гриппа за прошлую неделю не зарегистрировано. Зарегистрировано опять случаев пневмонии, то есть уже осложненного гриппа у взрослых. Известно, что ежегодно в России эта болезнь уносит жизни людей. Самая верная профилактика – вакцинация против гриппа. Она началась 4 октября и завершится 1 ноября. Вакцина имеется во всех поликлиниках ОМО, в том числе в поселениях Саватеевки, Одинске и Мегети. Времени до конца прививочной кампании остается очень мало. При этом ангарчане не торопятся оградить себя от опасной инфекции. Возможность привиться против гриппа, она имеется для населения. Тем не менее, на сегодняшний день мы имеем недостаточно высокий процент прививок, вакцинации против гриппа среди взрослого населения. То есть, у нас план на нашу больницу, значит, 4684, практически 690 человек. Мы привили на сегодняшний день 27 процентов. Рост ОРВИ отмечен прежде всего у взрослого населения и у детей от 3 до 6 лет. Врачи настоятельно рекомендуют работодателям начать тесно сотрудничать с поликлиниками и порекомендовать своим работникам поставить прививку против гриппа. А родителям – обезопасить своих детей. В школах и детских садах также осуществляется прививочная кампания. Сейчас в поликлинике детские получили импортную вакцину «Инфлювак», которая предназначена для вакцинации против гриппа детей с 6 месяцев. Поэтому все желающие привить своих детей в возрасте с 6 месяцев до 3 лет, вы можете этой вакциной привить своих ребятишек в детских поликлиниках. Сегодня на наличие прививки обращают внимание не только медики. С наступлением зимы многие отправятся на туристические базы. Здесь предпочтение всегда отдается отдыхающим, которые воспользовались профилактикой против гриппа. Об этом стоит задуматься. Марина Тенкова, Владимир Селиванов, Местное время.